В злых англичан вы верите, а в коммунизм нет. Но и злые англичане со своими целями и стратегиями и коммунизм были вместе на этой планете. И вы считаете, что коммунизм это утопия. Вот когда вот мост так как у вас работает, это вот прям на грани трагедии. Во-первых, не надо верить или не верить. Это вот бессмысленно. Вы верующие. В злых англичан вы верите, а в коммунизм нет. Есть факты. Вот когда располагаешь фактами, уже вера не требуется. Доверчивость не требуется. Деятельность англичан, она известна, она задокументирована. Сами англичане ее порой документируют, выставляют, делают просчеты в этом смысле. Вот англичане на нашей планете причинили максимальный вред всем народам нашей планеты. Вот более вредительской группы людей не существует. Более вредительской организации. Что они сделали с Китаем, да? Это длительный период, когда они эту наркоманию развивали, да, и Китай скатился в наркоманию, да? Это вот англичане. Что они делали с Индией, да? Высосали, высасывали ее как колонию и так далее. Что они делали с Россией? Они организовали этот пакет революции. Британский посол этим руководил. Это факты, это исторически описано. Дополнительные для вас факты, да? Англичане заходили в Мурманск, а англичане заходили в Мурманск. Это вот в свободном доступе информация. Я не должен вам это рассказывать. Вы сами должны это в процессе своего образования получать. Во Владивосток заходили англичане. Войска английские заходили во Владивосток. В наш Владивосток. Экспедиционный английский корпус был у нас на юге страны. Это все реальность. Это гады, которые лезли на нашу страну и ее разрушали. Дальше. Германия к приходу Гитлера была полностью пронизана английской агентурой. Это описано исторически. Гитлер, это ставленный в Британии. Вариантов других нет. Его вы... Вот он никому не нужен был Гитлер. Но вот... Никакой человек. Где-то там копошится. Но у него есть данные. Его взяли, вырастили, выпистовали и так далее. Все его окружение потом металось. Гесс куда убежал? В Британию на самолете. Это вот агентура... Вот исторически описано, что Гитлер был окружен британской агентурой. Это вот свита делает короля. И вот этого клоуна они вырастили для того, чтобы он как раз вел войны. Да, он маленько кусался и в сторону Англии. Ну и что? Кусался Гитлер. Собаку, когда вы держите, она же тоже вас может укусить. Когда волка заводите, все в порядке. Любой человек, он не полностью управляем. Но это вот такая ситуация взрослая. Посмотрите, пожалуйста, фильм Лоренца Рависки. Там та же самая система показана. Как Британия работает. Вот как она разваливала Турецкую империю. Посмотрите. Вот это кино. Просто берете и смотрите. Лоренца Рависки. Там вот показано. Как британцы это делают? Дальше. Коммунизм. Вот верите в коммунизм. Вот люди, верующие в коммунизм. При такой частной собственности, в форме собственности при такой, как коммунизм, любое государство скатывается в отставание экономическое. Это по-другому невозможно. Когда вы не разрешаете своим людям иметь собственность на средства производства, они могут бы только в рабском состоянии приходить на работу. Холопы такие. По-другому никак. Ваша система, ваше государство будет отстающим. Вот, пожалуйста, пример Северная Корея. Она не может вырваться. Она в тупике в экономическом. Пока они не перейдут на частную собственность, они будут там топтаться. Китай вышел из этого тупика, отказался от общественной собственности на средства производства, оставил только госсобственность для определенной группы производств. Остальное, остальную экономику отдал в частную собственность. И Китай рванул, понимаете. Если бы он оставался на коммунистических рельсах, это бы были бедные нищие китайцы. Пока мы стояли на коммунистических рельсах, мы были бедные нищие русские в Советском Союзе. У нас были какие-то позиции отработаны, да, такие на госуровневажный сектор отработан. Но жизнь-то вся была нищая. У меня знакомые, которые проживали этот период, реально взрослый человек, директор завода, он в свое время успехи в спорте ездили по заграницам. Им было стыдно, человек рассказывает, было реально стыдно, что они русские, что они из нашей страны. Это вот до такой степени была доведена страна при коммунистическом способе хозяйствования. Это стыд и позор. С вами был Виктор Катючек, канал Научный Трибунал. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Трибунал. Дима Трибунал. Дима Трибунал. Дима Трибунал. Субтитры создавал DimaTorzok